Всем привет! Это запись сессии, посвященной аудиту в Kubernetes, а также инструменту сбора поведенческой аналитики Felco. Это было онлайн занятие в моей группе в Telegram, но я затупил и не включил запись, а те, кто смотрел, записали без звука. В общем, я решил переозвучить материал, чтобы добро не пропадать. Делал это по памяти по прошествии пары дней, поэтому заданные вопросы я уже не вспомню. Еще раз прошу прощения за качество, это скринкаст, но я думаю, все должно быть понятно, что там к чему. Начинали мы с поведенческой аналитики. Смысл этой методики в том, чтобы отлавливать подозрительные события. Раньше это был ворох инструментов, например, один для рантайма и оркестратора, другой для Linux, третий для сетей и еще десяток для разного рода приложений. Это было очень неудобно и нам хотелось, чтобы был один инструмент, который мог просматривать большинство активностей. Создатели Felco пошли другим путем решили, что все активности всегда имеют одну общую цель – обращение к ядру. И вот именно там они решили их перехватывать. Функционально инструмент состоит из части, работающие в ядре, которая фиксирует вызовы, и части, которая находится в UserLand, которая обрабатывает эти данные, проверяет их в соответствии с правилами и отправляет alert, если правило сработало. Часть, которая в ядре представляет собой или специальный модуль для ядра, или в качестве поставщика данных можно использовать информацию из EBPF, то есть пакетного фильтра Berkeley. Второй способ подходит, если есть более жесткие требования по комплайенсу, то есть это встроено в дистрибутиву Linux, и мы не меняем стандартный набор. С установкой модуля в серьезных организациях могут быть проблемы. Вот с EBPF это неинвазивный метод, и облачные провайдеры также предпочитают давать вот этот вот второй способ. Окей, далее данные с пространства ядра идут на разбор библиотеку sysdig. Изначально автором Felka был sysdig, и они планировали его как утилиту с фокусом на контейнеры, тогда как сам sysdig работает универсально для Linux. Эти данные анализируют движок правил и делается заключение, нужно ли создавать тревогу. Это все про инструмент. Самый простой способ поставить Felka при помощи HelmChart. Альтернативно можно поставить на каждую из нод. Тут есть и минусы и плюсы. В случае Helm'а из плюсов единый подход ко всем нодам кластера. Нам будет удобно развернуть, а потом обновить или изменить эту ревизию. Из минусов overhead работы в Kubernetes. Также увеличенная полномочия, если у нас не очень современная операционная система на хостах. Но в случае демо главный минус это непонятно, что именно происходит. Какие-то большие дяденьки написали чарт, создали образы, это как-то работает, а когда начинаются проблемы, нам видимо придется уволиться, поскольку мы понятия не имеем, что там именно происходит. Я решил поставить это на ноду как службу systemd и именно так это работает на моей текущей работе. Для установки я использовал онлайн-песочницу от киллер кода, поскольку там свежие заголовки ядра и мы экономили время. При этом она сразу не запускалась, видимо с утра по Москве там был сильный демант. Я зашел на сайт Felka и просто стал копипастить команду. Я решил настраивать сетап с модулем и там есть один нюанс в инсталляторе, что если все делать как в доке, придется создавать дополнительные симлинки, поскольку он качает модуль с сайта и укладывает его в директорию текущего пользователя. Поэтому я запустил команду на сборку и установку модуля Felka из исходников. Это небольшая программа и она быстро собралась. Чтобы запустить нужно воспользоваться командой systemctl start и там мы видим, что служб несколько. Просто какие-то здесь они для запуска в режиме модуля, какие-то в режиме BPF. Та, что содержит название артефакт, это что-то вроде пакетного менеджера для Felka. Такая классная штука Felka Steel. Служба Felka Custom содержит какие-то кастомные настройки, но я таким не пользовался ни разу. Та служба, что Modern BPF, это самый подходящий вариант запустить Felka с наименьшими привилегиями. Окей, нас интересует служба с K-Mod. Запущенная в виде службы Felka будет общаться с нами через логи системы. У меня на работе версия Felka 32, там еще не реализована модульность, как в современных версиях. И моя служба называется просто Felka. Поэтому здесь я жестко туплю, запрашивая их командой journalctl. Здесь название службы будет Felka K-Mod. Итак, я открыл стримлогов команды journalctl с флагом dash f и перешел в другой терминал. В нем я буду создавать события, а в первом буду смотреть, как Felka их отлавливает. Окей, у меня здесь двунодный кластер. Поскольку я запустил Felka только на мастер узле, значит он будет следить за сигналами только этой ноды. Следовательно, я проверю тейнт на мастере. Это no shadow. С ним мастер не будет брать на себя рабочие нагрузки. Уберу этот тейнт с мастера узла, чтобы поды могли назначаться на него. А далее сделаю кордон для локер узла. Теперь все. Что бы я не запустил теперь в кластере, оно будет работать только на узле, где размещен наш Felka. Здесь как раз ребята спрашивали, что именно я делал. Это для того, чтобы все операции с нашими нагрузками шли через Felka. Теперь я запускаю под synjinx. После делаю getPo с флагом await, чтобы увидеть действительно ли он назначился на control plane. Переключаюсь в Felka, вижу, что он отлавил события, а именно, что логи были подменены. Это обычно бывает при запуске контейнера. Окей, теперь поговорим, как Felka понимает, какие правила ему использовать. А для этого разберем, как настроить Felka. Его настройки в директории etc.felka, а главный файл конфигурации felka.yamu. Рядом с ним лежат еще другие yamu файлы. Это настройки его правил. Внутри этого файла конфигурации нас в первую очередь интересует раздел rules file. Это массив, в котором перечислены файлы правил Felka. Порядок здесь важен, поскольку одинаковые правила, указанные в разных файлах, будут затирать друг друга. То есть, если я определю одно правило в файле felka rules, но определю его также и в felka rules.local, то эффект будет только от самого последнего правила. Поэтому нужно иметь в виду порядок, как правило здесь подключаются. Следующий пункт интересный сейчас JSON output. По умолчанию Felka выдает логи в текстовом формате. Для проверки глазами это допустимо, но для автоматизации удобнее бывает использовать JSON. Окей, теперь я создам в поде с Nijinx процесс с интерактивной оболочкой, то есть, сделаю экзек в под. Felka отловил это небезопасное событие и сообщил блог. Теперь найдем правило, которое отвечает за данное событие. Для этого я открою файл felka rules.yamu. Этот файл идет вместе с поставкой felka и имеет базовые правила. Я скопировал ранее фразу из вывода события о том, что shell was spawned. Теперь найду эту фразу в файле правил. Вот это правило с названием terminal shell-in-container. Здесь есть раздел с описанием правила, с условием, когда оно срабатывает и выводом, что сообщит felka. Если вернуться к выводу лога felka, то видно, что там как раз идет это сообщение, а внутри него в скобках есть переменные, вроде имени юзера, id-контейнера и так далее. При помощи CricketL мы можем узнать, какой идентификатор у контейнера в Nijinx-поде. И именно он будет показан в выводе. Это потому, что он установлен в настройке правила как контейнер. А при помощи знака процента в выводе мы можем вывести это значение в сообщение лога. То есть еще раз, у нас в условии есть несколько пунктов. Например, spawned process, контейнер, shell-prox и так далее. Они связаны оператором end, то есть если каждое из условий существует, то felka отправит на вывод сообщение, находящееся в разделе output. И туда же в это сообщение мы можем вывести значение этих переменных из условий. Например, взять оттуда информацию о контейнере. И вообще этот пункт условий, называемый контейнер, это непеременно, а результат работы макроса, такой внутренней процедуры, которая называется как контейнер. Это удобно для переиспользования кода и искрытия сложности. Например, мы настроили, чтобы felka считал, что условия контейнер это когда пространство процессов не равно хосту, присутствует собственное сетевое пространство и так далее. Теперь felka будет проверять эти условия и сводить результат в работу одного макроса контейнера, который мы укажем во всех правилах. То есть еще раз, мы указали что-то, что называется контейнер для felka. felka, когда видит это в правилах, он обращается к макросу контейнер и смотрит, что там действительно происходит. А там мы описали, что дружище felka, тебе нужно посмотреть на пространство процессов, на пространство сети, на все остальное. Если все это совпадает, значит это контейнер. И везде, где в правилах мы указали, что это контейнер, felka будет обращаться к макросу и выполнять этот набор команд. Таких макросов на самом деле очень много, есть много предустановленных. Есть для java, для aws и они также находятся в этом файле правил. Получается, что возникшее событие felka прогоняет через свой фильтр и если в правиле в разделе conditions совпали условия или условия группы условий, то есть макросов, то создается сообщение. Теперь напишем свое правило. Я скопирую целиком это правило в терминале и вставлю в файл локальных правил flowka rules.local.yamu. Собственное правило не стоит вложить в основной файл, поскольку при обновлении его затрет. Для кастомных правил нужно использовать файл локальных правил или вложить правило в директорию, которая также подключена к файле конфигурации. Итак, я вставил сюда правило и отредактирую его под другое задание. Назову его apt in container. Изменю описание, из условия оставлю container и proc name равное apt. На самом деле это слишком широкое правило и оно будет слишком часто срабатывать. В реальном мире его нужно дорабатывать. Теперь я забыл изменить output, поэтому вывод будет такой же как и в правиле доноре. Но далее все же мы сможем отличить, что именно это наше правило. Я перейду к файл и вижу, что после сохранения конфигурация перезагрузилась. В старых версиях нам приходилось реладить ее самостоятельно. Испытаем свое правило. Я делаю exec с командой apt update. Уф, сразу стало видно, что наши правила работают. Посылать столько мусора вывод стандартное правило себе не позволяет. Поскольку в сообщении есть указание на название процесса, мы видим в логе события, что это был apt. Я вернусь к правилу, тут я показывал, что я накосячил с выводом. Теперь параметр priority. Он отвечает за уровень события. Это как в логах. Есть важные и не очень. И мы можем целиться в одну из групп, а остальные отсекать. Я выставлю здесь error и снова обновлю apt в контейнере. Логер теперь окрасился в красный цвет. Далее я отвечал на вопросы, не помню точно, но видимо о том, что модуль в ядре ловит сигналы. Они в бинарном виде. Далее отдает их в userland, библиотекам sysdig для перевода в человеческий вид. Далее движок правил сравнивает их с описанными нами условиями. И если они совпали, то выводит в лог. Или пишет в мессенджер, или отправляет письмо. То есть посылает нам alet. Источником бинарных данных может быть не только модуль, но и фильтр и BPF. Это картинка из моего курса CKS. Сейчас фейлка стал выглядеть немножко иначе. Policy Engine теперь стал модульный. Изначально фейлка был направлен на контейнер, но далее стал работать совсем подряд с хостами, с облаками и т.д. Эти дополнительные функции нужны не всем, поэтому он стал модульным. Также в случае кубернетес обычно логи снимаются с событий контейнеров и линуса на хосте, и с аудита кластера, что позволяет лучше понимать, что там зачем происходило. Я тут нарисовал, как это примерно бывает. Обычно фейлка генерирует логи и одновременно являются бэкэндом для логов аудита кластера. Далее логи собирает какой-то агент, например, флюент бит, потом укладывает систему хранения, вроде локи. Эта диаграмма плюс-минус то, что у меня на работе в данный момент. Я не очень помню, что именно вот в этот момент я говорил. Думаю про то, что при высокой загрузке кластера логи аудита стоит забирать сразу флюентом, а параллельно забирать их из фейлка и там уже дальше отправлять на хранение. Итак, мы логично переходим ко второй части стрима, к логам аудита в кубернетес. Кто совсем ничего не знает об этом, кубернетес может записывать все события API серверов и выгружать их в виде лога. Это можно гибко настроить в части приоритета и областей API запросов. Это дает нам данные о том, что именно случилось, когда это произошло, кто инициатор и откуда он взялся, а также что стало целью запроса. Эти события пишутся в JSON формате. Сначала надо сказать, что в кубернетес есть четыре стадии прохождения запроса. Когда юзер отправляет запрос, а тот попадает в API, начинается стадия request received. Далее этот запрос проверяют, аутентифицируют и авторизовывают. После этого начинается стадия response started. После исполнения запроса создается ответ для вызывающего и эта стадия response complete. Если произошло что-то недопустимое или ошибка, возникает стадия panic. Так организован цикл жизни запроса. Аудит помогает нам отслеживать эти стадии. Поскольку событий очень много, мы можем отбросить ненужные нам стадии. Также мы можем записывать не весь запрос, а только его нужные части. То есть, сказав кубернетес, используя request received, мы будем получать только те данные, что были отправлены пользователям. Если вдобавок мы укажем метадейта, то получим в логах только метаданные этих запросов для этой стадии. Если мы укажем request, то вдобавок мы будем получать тело запроса на этой стадии. Думаю, смысл понятен. Вообще операции аудита достаточно дорогие и ими не стоит заупотреблять. Окей, для начала аудит нужно включить. Для этого надо отредактировать манифест статик пода сервера API. Ну это если твой кубернетес бежит в подах. Но еще раньше нужно написать файл политик. Я скопирую его шапку из документации и создам файл etc. kubernetes.audit.yaml. Скажем, я хочу видеть, какие названия секретов создавались в кластере. Operation board audit k8s.io, kind policy. Подамить stages, здесь скопировался request received. Это значит, что в логах я буду видеть только то, что делал кубернетес без того, что подал на вход пользователь. Я хочу видеть все стадии, поэтому я это уберу. Далее в правиле я укажу уровень фиксации данных в метадейта. Это самый небольшой уровень логирования. Подходит, чтобы получать данные об именах ресурсов. В ресурсах укажу secrets. Поле namespace не буду создавать. И это значит, что это будет работать для всех пространств имен кластера. Итак, мы создали правило, которое будет отслеживать все secrets во всех namespace на всех стадиях. Вот теперь мы готовы включить аудит и добавить наши политики в кластер. Для этого использую два ключа из документации audit policy file и audit log path. Первым подключаем наш файл политик, второй будет содержать готовые логи сервера. Файл с правилами будет audit.yaml из каталога kubernetes, а логи будут //war//log//secrets.log. Сделаю монтирование с хоста, чтобы файлы были доступны в поде API сервера. Как видишь, для каждого сервера мы имеем свой набор правил. А оформить это в виде конфигмэпа не получится, поскольку статические поды не работают с API объектами. Поэтому здесь мы можем наблюдать неприятное явление дрифта конфигураций. И в этом моменте нужно, чтобы правила были и мутабельны. Теперь дождусь, как поднимется новый под сервера и взгляну на лог. Появились события, связанные с секретами. Так же, как и с файлка, я открыл стрим из файла с логами. Перехожу в терминал, создаю секрет. Кубернатес это увидел и записал в лог в соответствии с политикой. Вот здесь я прошляпил малость правила, поскольку я хотел события для создания секретов, а вообще не все события, связанные с secrets. Для этого я вернусь в правил аудита и добавлю глагол create в массив drops. Теперь сервер будет отслеживать только события, связанные с созданием secrets. Чтобы под перезагрузился, я изменю его. Можно было просто удалить под, но я почему-то выбрал так. Теперь дождусь, пока сервер поднимется. В данный момент фиксируются только события создания. Когда я удаляю секрет, фиксации события не случается. Теперь мы имеем работающий на узле файлка и складывающий логи аудита API Server. Прежде чем идти дальше, пара слов об особенностях аудита. В стриме я точно об этом говорил, но где точно это было, я не помню. Во-первых, логов аудита в больших кластерах может быть гигантское количество. Есть странные люди, в основном это из тех менеджмента, которые пытаются все запихать, чтобы потом проанализировать. В части логов аудита важен здравый смысл, поскольку это может быть очень большим и дорогостоящим. Нужно просто понимать, что нам необходимо фиксировать и не делать это для всего подряд. И определенно эти логи не стоит ложить VTCD, которое в Kubernetes и так не сладко. Даже временно не стоит это делать, проще настроить сбор логов и внешнее хранение. Далее правила аудита и бэкэнды хранения. Они должны быть одинаковыми для всех мастеров, иначе потом при агрегации и проверках безопасности мы увидим разные чудеса. Опять же не стоит это хранить VTCD. Третий момент – работа Admission Controller. Об этом на стриме я не говорил, но это важно. Мутирующий контроллер изменяет манифест, и это может быть цепочкой контроллера. Таким образом, после каждого раунда манифест меняется. Поначалу это может вызывать недоумение, так как один и тот же манифест показывается по нескольку раз. Но если посмотреть в аннотации, ты увидишь, что изменяющий контроллер что-то правил в манифесте. Окей. Это все с подсветкой. Двигаемся по стриму. Следующий шаг – сделать так, чтобы эти логи попадали в фэлка, оценивались им, и если срабатывает правило, то фэлка поднимал вы тревогу. Для начала нам нужно поставить расширение для фэлка, которое связано с кубернетом. Это специальный плагин, который умеет работать с аудитом куба и его правила. Для установки и вообще для менеджмента этими инструментами в современном фэлка есть утилита фэлка CTL, которая работает со службой фэлка-артефакт. Мы можем создать свои репозитории артефактов, далее подписать хосты на эти артефакты и централизованно обновлять свои политики на всех хостах. В данный момент я добавляю общественное репо. Там находятся артефакты, которыми управляет сообщество фэлка. Копирую команды из доки. Пишу фэлка CTL index add. Теперь найду название артефактов, связанных с кубом, командой артефакт search. После поставлю в систему пакеты фэлка k8audit и k8audit rose. Мы поставили специальный плагин и правила. И таким образом мы можем использовать фэлка как бэкэнд для логов, то есть складывать логи туда прямо из куб API server и далее накатывать правила на эти события, как если бы фэлка собирал их сам. Сначала файл правил. Он установился в директорию etcetera фэлка с названием k8s.audit.ros и я подключу его через файл конфигурации фэлка. Далее спущусь ниже в секцию плагинов и там включу плагины аудита и плагин json. Закомментирую все, что связано с CloudTrail, а в массиве load plugins я впишу k8s.audit и json. Это все в части настройки фэлка. Здесь в секции настройки плагина указан endpoint, на который фэлка будет ожидать отправки логов аудита. То есть он поднял маленький веб-сервер, куда наш API server может пушить данные. Проверим это прокурлив этот URL. Get-метод не разрешен, это указывает, что все в порядке. Теперь осталось объяснить кубернетос, что мы ждем логи аудита не только в log-файл, но еще и на веб-сервер фэлка. Для такой отправки нужно настроить вебхук. Сами параметры, то есть флаги, которые активируют удаленную отправку, есть в документации. Их там несколько, но в базовой настройке нам понадобится только указать kubconfig файл, который описывает этот вебхук. Я вставляю этот параметр в манифест kubapi-server. Сам файл будет лежать в директории etc. kubernetes, поэтому я смонтирую эту папку целиком в под. У меня кончалось время на киллер коде и приходилось торопиться. Конечно, так не стоит делать в реальной жизни. Сам kubconfig для настройки вебхука есть в документации на вебхуке kubernetes. Тут я вставил свой собственный, не стал выискивать его в доке. Мне нужен был IP этой ноды. Далее я вставил его в шаблон kubconfig и выставил конечную точку, где слушает наш фэлка. Здесь как раз ребята не поняли, откуда этот URL. Он из файла фэлка.yml, который мы определили для плагина k8s-audit. И это все. После проверю, что после перезагрузки API-сервер отвечает. Обновлю окна с логами аудита и фэлка и создам секрет. В базовых правилах фэлка секреты логов kubernetes будут отслеживаться, что мы и видим в выводе фэлка. Далее все эти отфильтрованные события стоит централизованно забирать из фэлка и отправлять на хранение. Я создал еще один новый секрет, но в фэлка данные появятся не сразу, поскольку kubernetes какое-то время собирает данные, какое-то время отправляет их и потом какое-то время данными занимается фэлка. Но в конце мы видим, что эти события появились. Окей, на этом я буду заканчивать озвучку, так как дальше шли вопросы, которых я уже не помню, а про аудит здесь больше ничего не будет, поскольку дальше мы перешли к сканеру Trivi, а это совсем другая история. Если что-то не ясно по вот этому вот видео, задавай вопросы в телеграм в группе ротора. И на этом все. Увидимся!